МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика, в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Россия, Китай. В Чебоксарах прошло заседание совета в формате Волга-Янзы. Тяжело в учении, легко в бою. Огнеборцы тренируются в заволжских лесах. Болеем за наших. 15 человек представляют Чувашию в финале национального чемпионата WorldSkills. Реки дружбы. Перспективы дальнейшего сотрудничества провинции Китая и регионов ПФО обсудили на третьем заседании совета Волга-Янзы. В Чебоксарах с официальным визитом прибыла представительная делегация Поднебесной и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Крепкой дружбе расстояние не помеха. Стать ближе друг к другу регионам как раз и помогает формат Волга-Янзы. Насколько он был необходим, особенно стало ясно в последние годы. Стороны уже реализуют совместные проекты. Член Госсовета Китая Ван Юн отметил, что здесь многое зависит от властей на местах. Перед заседанием в расширенном составе двухсторонние переговоры. Продолжение следует... Увеличился на треть. Расширяются и кооперационные связи. В прошлом году на одном из крупнейших химических комбинатов республики при поддержке китайской компании Течжоу Чемтикс Кемикал открыто единственное в России производство гипохлорита кальция. Особо подчеркну, что в данном случае используются технические решения, которые снижают негативные воздействия на окружающую среду. В городе Цзинжоу, провинции Хубей, с которой у нас действует соглашение, реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. Инвестиции в экономику регионов многомиллионные, но и потенциал еще больше. Российское торговое представительство в Китае должно помочь в продвижении продукции. Для предприятий округа рынки открыты. В 2019 году в Китайской Народной Республике планируется более 20 международных выставочных мероприятий, на которых с большой пользой для продвижения своей продукции и привлечения китайских партнеров могут участвовать предприятия Приволжского федерального округа. Наибольший интерес могут представлять такие мероприятия, как продовольственное экспо-2019 в городе Гуанчжоу, который пройдет с 27 по 29 июня. Международная выставка натуральных и органических продуктов и услуг в городе Гонконг. Трамплином для дальнейшего сотрудничества должны стать и переговоры на высшем уровне. Обе страны связывает давняя история взаимоотношений. В этом году отмечается 70-летие российско-китайской дипломатии. Высокотехнологичное производство в приоритете. Мы поддерживаем научные организации, вузы в открытии совместных лабораторий, чтобы получить новые разработки. Также сотрудничество может развиваться в машиностроении, авиации и сельхозтехнике. Третий совет Волга-Янзы должен положить начало и новым проектам. Глава Ульяновской области говорит, что развивая двухсторонние связи с провинциями Поднебесной, регионам округа необходимо перенимать опыт. Я вот сегодня с интересом послушал главу вашей республики. И вот по-хорошему, знаете, по-хорошему, по-доброму, по-соседству даже стало завидно. Это здорово, что вы так продвинулись в установлении экономических связей. Мы тоже не стоим в стороне. Мы тоже реализовали достаточно большое количество совместных проектов. Совсем скоро мы реализуем большой проект, связанный с специальными контейнерами-поставками, используя логистические преимущества Ульяновской области. Двухсторонние связи с провинциями продолжает развивать и Чувашия. По итогам совета главы регионов подписали сразу 15 документов. Интерес к Чувашии проявили две провинции – Цзянси и Хунань. Губернатор китайского региона Сюй Дадже говорит, что друг другу партнеры могут быть полезны в сфере науки. Наши взаимоотношения вступают в новую эпоху всестороннего развития. Укрепить межрегиональное сотрудничество – наша общая задача. Отмечу, что 2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества и обменов. Сотрудничать будут и города. Совместный протокол подписали власти Чебоксары и китайского мегаполиса Хэфэй. Гости из Поднебесной говорят, что у столицы региона большой туристский потенциал. В будущем мы можем подписать соглашение об восстановлении попадаемых отношений. Мы и хотим сотрудничать с вашим городом именно в следующих образах, в образах культуры. На самом деле мы уже начали сотрудничать в этой области. Шесть лет назад я побывал в ваш город. Это наш второй раз. Второй визит в ваш город. В течение шесть лет я заметил, что ваш город сильно изменился. Рабочая программа членов Совета Волга-Янзы не ограничилась только переговорами. Почетные гости из Поднебесной, полпредпрезидента и глава региона возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Речь шла об экономической ситуации в регионе. Михаил Игнатьев отметил, что она стабильна. По прогнозу, рост бюджета к уровню прошлого года должен составить около 10%. Для реализации национальных проектов средства поступают без задержек. Важно, что действительно у нас есть и исполнение консидированного бюджета, и есть рост по доходам, есть рост по затратам, по причинам, направлениям, по здравоохранению, образованию. Важно, чтобы те средства, которые уделяются по национальным проектам, и те соглашения, которые подписаны и с министерством, и с правительством Российской Федерации, все временно выполнялись, и люди видели результаты работы, которые вы ведете уже в этом году. Что касается сферы образования, на строительство 17 детских садов в 2018-2019 годах в Чувашии направят почти 2,5 миллиарда рублей. Продолжаются строительство и ремонт школ. Касая сельские местности, у нас те школы, которые более чем на 50% износа составляют, мы в этом году на 18 школ капитального ремонта средств выделили. Здесь в 1 сентября все с полноцами. Игорь Комаров также отметил, что республика фактически выполнила поручение по созданию в сельских школах условий для занятия спортом. Последняя ремонтная работа должна завершиться в 2020 году. В программе визита китайской делегации «Трактор-шоу», которое прошло на полигоне предприятия «Промтрактор». Универсальность, маневренность и точность наших тракторов и бульдозеров проявляется не только на производстве. Наши тракторы рисуют картину, разбивают куриные яйца, забивают гвозди и даже вальсируют. А все благодаря тому, что в модернизированном бульдозере «Четра Т-9» установлена система нивелирования «Лейка». Надежная, удобная, простая в обслуживании. Везде она будет работать. В основном используется на дорогах. Она очень простая, легкая, транспортировка удобная. Разбирать ее не надо. Шоу для того, чтобы поразить воображением. А если серьезно, то в 2018 году предприятие взяло курс на наращивание объемов производства. Естественно, потребовались дополнительные рабочие руки. С начала года мы приняли уже более тысячи человек. И до конца года у нас в планах еще прием такого же объема. То есть по всем направлениям. Это вагоностроение, литейное производство, тракторостроение, бульдозеростроение. У нас идут увеличения объемов. И мы рассчитываем выйти на следующий год уже на стабильный производственный процесс, который нам позволит не только принимать людей, но и дальше рассматривать повышение заработной платы. В этом году с конвейера уже сошло 110 единиц техники. Это промышленные и сельскохозяйственные тракторы и комбайны. Все те проблемы, которые беспокоили и рабочих, и руководство, они позади. Благодаря эффективной организации менеджмента, наконец-то, сегодня завод вышел на хорошие показатели. Заработная плата растет, объем производства растет, объем реализованной продукции растет. А самое главное и приятное, это, конечно, безусловно, что есть и планы, есть и проекты, над которыми уже предприятия работают. И я уверена, что удастся воплотить все эти проекты. И завод получит и новые мощности, и новые продукции, и, самое главное, новые контракты. Тяжелые машины, среди которых один из самых больших тракторов Т-35, вызвали у гостей большой интерес. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошло заседание Ассоциации вузов Привозского федерального округа Верхнего и Среднего течения Инзы. Такой форум в России проходит впервые. Участники обсудили перспективы сотрудничества в области образования, гуманитарных наук и культурного обмена. Подробнее в программе «Республика» завтра. Вернуть законную зарплату системами защиты от трудовых прав сегодня делились сотрудники прокуратуры во время видеоконференцсвязи. На связи отделение прокуратуры всего Привозского федерального округа с проблемой несвоевременной выплаты зарплаты борются во всех субъектах страны. Задача общая – ликвидировать задолженность. И здесь, чем тщательно действуют органы, тем яснее результат. В нашей республике налажена практика межведомственного взаимодействия. Прокуратура еженедельно собирает информацию от налоговых органов, службы судебных приставов, центра занятости. Эти меры помогают выявить и латентную задолженность, скрытую от официальных сведений. В начале текущего года в порядке контроля нами произносит верка с данными службами судебных приставов. Их дополнительно выявлена 31 организация, имеющая задолженность по зарплате, возьмет около 19 миллионов рублей. После этого, в результате принятых мер как в Советном прокуратуре, так и судебными приставами, на сегодняшний день подошли уже 14 миллионов рублей. Воздушно три уголовного дела по статье 145 и 31 уголовного года Российской Федерации. В этом году прокуратура Чувашия помогла вернуть законную зарплату тысячам работников на общую сумму более 40 миллионов. В прошлом году эти цифры достигли 185 миллионов. Правовую тему продолжат новости от компании «Гарант». Полезная информация для работодателей и работников. Первая тема – диспансеризация. По закону, раз в три года сотрудник имеет право на один отгул для прохождения медицинской проверки. При этом рабочее место и средний заработок за ним сохраняются. Роструд высказал мнение по вопросу о том, может ли работодатель для предоставления указанной гарантии требовать от работника справку из медицинской организации. В ведомстве уточнили, что трудовое законодательство не обязывает работника подтверждать факт использования по назначению предоставленного ему нерабочего оплачиваемого дня. В нашем регионе нерабочими днями считаются государственные праздники России и Чувашии. Это 8 марта, 23 февраля, 1 мая, День республики и другие. Работа в выходной оплачивается в двойном размере. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Если 24 июня приходится на период отпуска работника, то дата окончания отпуска, исчисленная исходя из его продолжительности, переносится на один день. Эксперты компании Гарант напомнили, в какие сроки управляющие компании должны отвечать на обращение жителей. На обращение по поводу некачественных коммунальных услуг нужно ответить в течение трех рабочих дней после получения запроса. На обращение по поводу расчетов кварплаты нужно ответить в те же три рабочих дня, сообщив потребителю информацию за спорный период о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов. На иные обращения жителя своего МКД нужно ответить в течение двух недель. При несоблюдении сроков госжилинспекция может вынести предписание или выписать штраф. Дым над лесом. Экстренные службы республики провели учение по тушению пожаров за Волжье. По легенде, огонь, вспыхнувший в сосновой чаще, грозил перекинуться на ближайшую базу отдыха. Условное возгорание в лесном массиве близ озера Астраханка. Дым над кронами деревьев заметили дежурные пожарных наблюдательных вышек. В 11 часов дня на диспетчерский пункт бюджетного учреждения Чебоксарский лесниц поступил сигнал с пожарной наблюдательной вышки, что видят дым. Наш диспетчер среагировала, запросила с других пунктов, не видят ли дым. Также был обнаружен дым с пожарной наблюдательной вышки с Первомайской. Первыми на место прибывает разведгруппа, которая подтверждает пожар и начинает борьбу с ним. Однако своими силами справиться не получается. На подмогу вызывают пожарных. По легенде и учениям пожар развивается до крупного пожара, это когда площадь пожара составляет более 25 гектар. Соответственно привлекается сила средства уже федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъекта Чебоксарской республики. Огонь в лесу – опаснейшая ситуация. Первостепенная задача – не дать ему распространиться на соседние деревья или же перекинуться на жилые дома. Поэтому пока трактор вспахивает землю вокруг очага, пожарные, лесники и прибывшие добровольцы борются с огнем. А в штабе просчитывают потенциальную угрозу, силу ветра, риски для ближайших населенных пунктов и определяют местоположение соседних водоемов, где можно заправить цистерны. Как будете готовы заправить автомобили на все штаб КПЛ? Наша машина – 1,6 литров, значит однотонный 600 литров. Если вода заканчивается, мы заправляемся, вот река здесь, Варламовка. Берем воды из реки Варламовка. Когда трудно доступны места, мы заправляемся мотопомпами. Тактика «Специальные учения» оттачивает совместные действия подразделений. Пожарная опасность сегодня в лесах Чувашии высокого четвертого класса. Гражданам запрещается посещать леса и уж тем более разводить там костры. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Красота руками горожан и специалистов столицы республики приобретает летний вид. Для специалистов по озеленению май – самый напряженный месяц. Надо украсить все зеленые зоны Чебоксар. Для этого весной готовят тонны саженцев. В столице разработана отдельная программа цветочного дизайна. В огромном перечне – самые разнообразные цветы, травы и кустарники, которые должны цвести и зеленеть все лето в разных уголках города. На своем месте в этом году остался футбольный мяч с бутцей. Как память о чемпионате мира, проходившем в России, кольцо Ново-Южного района украсили юбилейным знаком с цифрами 550 лет. На пересечении дорог у вокзала – клумбовая композиция с неизменной стеллой Чиас. Фонтаны у ДК «Тракторстроителей» стали отличным дополнением к цветникам. Впервые в столице республики появился зеркальный лебедь. Особое оперение птицы отражается в стеклах проезжающих машин и ближайших зданий на кольце у энергозапчасти. На многих клумбах предусмотрен автоматический полив, чтобы цветочное оформление не потеряло своих красок за жаркое лето. В Казани проходит финал седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы». 91 компетенция и 1500 участников, в их числе и представители «Чувашия». С места событий Юлия Важенина. В честь нашей республики защищают 15 участников. Все они прошли отборочные испытания своего направления. Технология моды, поварское и кондитерское дело, флористика, геодезия, промышленная автоматика и робототехника. Всего наши участники соревнуются по 14 компетенциям. Техникум технологии, питания и коммерции, электромеханический колледж, техникум строительства и городского хозяйства. Студенты СУЗов «Чувашии» оказались лучшими в своих компетенциях. Павел Павлов в этом году впервые участвует в чемпионате. И не безрезультатно. На региональном этапе Паша победил, затем прошел отборочный, а сейчас представляют «Чувашию» на финале над чемпионата. Его компетенция – токарные станки с ЧПУ. И, по мнению нашего эксперта, у Паши есть все шансы на победу. Первый-второй модуль идет, получается, на каждый модуль по 4 часа. Первый модуль был в понедельник, второй – вот сегодня, в среду. Задание было, в принципе, несложное. Такие же, на которых мы тренируемся. Выполнил на минут 20 раньше. Закончил всю деталь. В этом году в конкурсной программе чемпионата появилось новое направление – «Навыки мудрых». Это конкурс 50+, для профессионалов, тех, кто уже давно в деле. И в этой категории есть представители республики. Ольга Сагаманян штурмует компетенцию технологии моды. Она – действующий преподаватель в профессии уже более 30 лет. Это нужно для того, чтобы хотя бы определить, насколько мы не потеряли навыки в своей работе. И что мы еще можем. И посмотреть среди своей категории, кто на что способен. И, в частности, я сама. Сейчас участники выкладываются по полной. Идет третий, последний день соревнований. Уже в эту пятницу, 24 мая, мы узнаем имена победителей финала седьмого национального чемпионата. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. И мы продолжаем рассказывать о Чебоксарском международном кинофестивале, который проходит в столице Чувашии. Всю неделю в больших и малых залах идут разные фильмы. Отдельной темой заявлено этническое и региональное кино. Сегодня в Национальной библиотеке состоялся показ одной из картин. Короткометражный студенческий фильм «Дерево» – дипломная работа студентки в ГИКа Хавы Мухиевой. Она родилась в Чечне, сейчас живет в Москве. Картина на родном языке. На 20 минут зрители переносятся в 94-й год на Северный Кавказ. «Дерево» повествует о друзьях Адаме и Хаве и их непростом детстве. Эта картина уже неоднократно получала награды разных кинофестивалей. Очень интересно посмотреть на фильмы разных стран, которые тоже представлены здесь. Это помогает нам, студентам, более морально обогащенными быть. После просмотра это всегда будет обсуждаться между нами. Мы будем выносить минусы, плюсы всего этого. И национальное кино очень люблю, потому что интересно, потому что я учился в Махачкале. Студентам было в Махачкале 32 национальности основных только. Аварцы, Даргинцы, Лахцы и так далее. Мои родственники, близкие в Кабардино-Балкаре. Вчера смотрел прекрасный фильм полнометражный «Невиновен» про адыгов. Удивительный просто, фантастический. Сейчас пришел специально посмотреть фильм «Дерево чеченское». Чечня тоже мне близка. Все эти фильмы о нашей стране и людях ее населяющих. О добре и зле, которые встречаются в нашей жизни. Завтра же фестиваль закрывается. Совсем скоро мы узнаем имена победителей. Таким стало за четверг. Увидимся с вами завтра в эфире национального телевидения «Чуваши» в это же время.